Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 1310 пар глаз отслеживают нарушения на досрочных выборах. В Барнауле развернули штаб общественных наблюдателей. На Алтае с каждым годом все больше детей, которые переходят на семейное обучение, чем для родителей плох традиционный формат. 101 сезон в драме откроет премьера мифологического сюжета на современный лад. В Алтайском крае построят новый элеватор для поставок зерна на азиатские рынки. Соглашение об этом достигнуто на Восточном экономическом форуме, где принимает участие руководство нашего региона. Губернатор Виктор Таоменко провел переговоры с руководством нового сухопутного зернового коридора. В итоге достигнута договоренность о том, что в нашем крае для поставок зерна на азиатские рынки построят большой линейный элеватор. И это значит, у алтайских аграриев появились новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей. Добавим также, что экспорт круп из нашего региона уже вырос. Так, за 8 месяцев этого года на экспорт ушли 144 тысячи тонн круп, хлопьев, муки и другой продукции, что на треть больше аналогичного периода годом ранее. В этом году большим спросом, помимо гречневой крупы, пользуются горох и перловка. Экспорт первой культуры вырос более чем в два раза, экспорт второй – наполовину. Популярна и манная крупа. Более тысячи общественных наблюдателей следят за голосованием в Алтайском крае. Члены общественной палаты региона рассказали о том, как проходит мониторинг досрочных выборов и как будет организована работа в основные дни голосования. Для этого в Барнауле развернули штаб общественного наблюдения с круглосуточным дежурством. Продолжит Ирина Корчагина. 1310 общественных наблюдателей в этом году следят за ходом голосования, как онлайн, так и на самих участках. Для этого в Барнауле развернули штаб общественного наблюдения. Второй год подряд штаб общественного наблюдения будет находиться по адресу Ленина 54 в здании Союза армян Алтайского края. Почему именно Союз армян, почему Ленина 54? То есть центр города, в центре не бывает, наверное, сами видите, нулевой километр. Второй момент – первый этаж. Не подвал, не пятый этаж, а именно первый этаж. Это доступность для всех категорий граждан. Напомним, уже несколько дней в Алтайском крае проходит досрочное голосование на муниципальном уровне. Выборы, которые проходят в Алтайском крае, они являются самыми масштабными в Российской Федерации по состоянию на сегодня. То есть у нас очень разветвленная сеть муниципальных образований, и, соответственно, есть необходимость выбирать представительные органы местного самоуправления. По оценке наблюдателей, сейчас высокую активность проявляют избиратели в Краснощоковском, Завьяловском, Родинском, Немецком национальном районах. Менее активны жители Егорьевского, Романовского и Тогульского районов. Много людей пришло на избирательные участки Бейска. Кто как может, тот нас так и снабжает разным материалом в электронной форме. Нам шлют видеозаписи, нам шлют фотоматериалы, нам шлют даже аудиозаписи, кто не может справиться с видеозаписью. Дважды за смену наблюдатели информируют нас о наличии, отсутствии нарушений. Если какое-то нарушение зафиксировано, оперативно направляют нам видеозаписи, картинки и прочее. Это мы все отрабатываем с участием политологов, с участием юристов. Если признаки правонарушения, либо иных каких-то искажений мы видим, мы направляем в уполномоченные органы. Добавим, что в прошлом году в штабе общественного наблюдения не выявили серьезных нарушений на выборах. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. Строительство самой крупной поликлиники в Барнауле, 14-й в индустриальном районе, должно завершиться весной следующего года. Параллельно будет идти благоустройство прилегающей территории. Каким оно будет, обсудили глава города Вячеслав Франк и министр здравоохранения края Дмитрий Попов во время выездного совещания. Открытие этого заведения ждут около 100 тысяч горожан. Столько пациентов закреплено сейчас за ним. И уже сегодня многие задают вопросы о будущей инфраструктуре поликлиники. Один из самых волнующих людей моментов – какой будет парковка. Мы понимаем, что после того, как запустится поликлиника, эти вопросы будут решать уже поздно, потому что количество обращений до 900 в смену. И мы понимаем, что население будет только расти. Соответственно, эти проблемы будут усугубляться. Самый густонаселенный район города продолжает расти и сегодня. Поэтому к моменту открытия поликлиники за ней закрепят уже 130 тысяч пациентов. Предполагается, что за каждую смену она будет обслуживать не менее 9 сотен людей. О том, как они будут добираться к медучреждению, власти города думают уже сейчас. Как к ней подъехать? Сегодня здесь у нас проходит 5 маршрутов автобусных, есть трамвайные маршруты. Они не дают возможности вот с той зоны застройки подъехать уже сюда. Предварительно вопрос проработан – это будет маршрут 10. Это регулируемый наш маршрут. А регулируемый маршрут позволяет жителю воспользоваться льготными проездными нашими билетами. Еще один момент – благоустройство, прилегающее к социальному объекту территории. Один из вариантов – продлить аллею с деревьями и кустарниками по улице Лазорной. Для удобства пожилых пациентов предусмотрят большое количество лавочек и навесов от солнца. Очень давно ждем этой поликлиники, потому что мы испытываем большие неудобства со старой поликлиникой. Она находится в разных помещениях. И сложно бывает зимой особенно, когда темно и холодно, из одного здания в другое ходить. Это рядом с домом. Я живу абсолютно на Балтийской. И пять минут ходьбы – это уже возраст. Ходить уже не так просто. Открыть 14-ю поликлинику для посетителей планируют в следующем году. Современное учреждение будет включать мощную диагностическую базу. Елена Макаренко, День с толком. Семь сотен детей в Алтайском крае учатся не в школе. Их родители выбрали для своих част семейное образование. Причины тому разные, но по большому счету они все упираются в несовершенство традиционной системы обучения. Трагедии и перспективы школьного образования обсудили эксперты на дискуссионном клубе «Точка зрения», который организовала Сибирская медиагруппа. Встречи людей, которые по-разному относятся к современному школьному образованию, но точно неравнодушны к его проблемам. Некоторые, столкнувшись с ними, ужаснулись настолько, что поспешили предложить своим детям альтернативное обучение, перевели их на семейное образование. Просто представьте себе учебное заведение, заходит человек туда, проходит турникет, ему нужно определиться в определенный класс, фабрика. Вот у меня тоже сына забрала, потому что было 33 человека на 35 квадратных метров, то есть на ребенка меньше квадратного метра в одном классе. Там просто невозможно ни дышать, ни бегать, ни двигаться, ну просто жить невозможно. Но переполненные классы – не главная проблема, говорят другие участники. Куда важнее, по их мнению, качество школьного образования. Ученики и педагоги перегружены, причем часто больше формальными вещами. Система показателей в высшем образовании школьном, она иногда содержит слишком большое число показателей, которые надо выполнять учителю. Поэтому вместо работы с детьми, учитель вынужден заниматься выполнением этих показателей. Формализм, бюрократическая нагрузка – большой недостаток традиционной системы образования, считают участники. А еще традиционную школу критикуют за то, что она не выносит альтернативного суждения. С чем у школы большие проблемы – это не восприятие критики. То есть есть только одна точка зрения – правильная. И вот это, как сказать, разнообразие мира, оно уходит. Вот я, например, по первому образованию журналист, мы много учили литературы. Есть литературоведческая точка зрения, есть правильный взгляд на произведение, но есть и другой. И ребенок должен научиться его высказывать только не потому, что я так думаю, не потому, что это мое оценочное суждение, а анализируя текст. Вот эта школа тоже не дает. В этом году на семейное образование перевели семь сотен детей в край. Это на четыре сотни больше, чем в прошлом. Тенденция очевидна, но представители традиционной школы подчеркивают – такая альтернатива подходит далеко не всем. Семейная форма образования, она очень хороша там, где дети высокомотивированы и имеют поддержку родителей, либо там, где есть определенные организационные проблемы, например, спортсмены, например, те, кто выезжает с родителями за границу в командировки. То есть разные варианты. Но говорить о массовом переходе на семейную форму, я считаю, это неправильно и так не должно быть. У ребенка должна быть возможность социализации. Маленький человек в школе проживает не только уроки. Это маленькая жизнь, где он влюбляется, где есть припоны и барьеры, где есть социальные задачи, социальные роли, которые есть поручения, которые он выполняет. Он учится быть ответственным, он учится быть выдержанным, сдержанным, он учится преодолевать трудности, приобретать лидерские качества, личностный рост происходит в школе. И все это происходит в школе. Поэтому, наверное, действительно массово бы говорить о том, что все переходите на семейное образование, наверное, преждевременно. Несмотря на жаркую дискуссию, эксперты едины в одном. Альтернативные формы обучения наряду с классической должны быть. И чем их больше, тем лучше. Ведь так можно учесть интересы и потребности разных детей. Что касается традиционной школы, ее основная трагедия – тотальная оптимизация последних лет, считает краевой депутат. К сожалению, были целые десятилетия безвремени, когда оптимизаторы от образования, Фурсенко и же с ними, ввели в образование понятие образовательные услуги, государственное задание, нормативно-подушевое финансирование. И убрали из этого самое главное, то есть фигуру учителя и те функции, которые образование должно нести. Сейчас государство возвращается к этим вещам. Есть ли проблемы в образовании? Конечно, проблемы есть. Решаются ли они? Решаются. Ну, про ремонт школ, про строительство я сказал. 11 строится школ, 90 ремонтируется. Никогда таких темпов не было. За 30 лет в Алтайском крае просто не было. Появилось горячее питание для учеников начальной школы и лиц с ограниченной возможностью здоровья. Тренды меняются, убеждены власти и проблемы школьного образования постепенно начинают решать, в том числе и повышать престиж профессии учителя. Ведь без этого надеяться на улучшение качества образования независимо от его формы не придется. Но об этом подробнее мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Еще одно место притяжения туристов должно появиться в Алтайском крае. Накануне в Тогульском районе презентовали водный экотуристический маршрут по реке Чумыш. Ранее эта территория на границе Алтае и Кузбасса была малоизвестна. А с появлением здесь национального парка Салаир, его специалисты занялись разработкой местных туристических маршрутов. О больших планах узнавала Анара Шагирова. Первый и единственный национальный парк в крае Салаир этой осенью празднует уже два года со дня основания. Торжественное событие объединило жителей сразу четырех районов – Заринского, Ельцовского, Салтонского и Тогульского. Именно на их территориях вдоль Салаирского кряжа расположился национальный парк. Всего где-то больше 160 тысяч гектаров дикого леса. Для сравнения, Салаир по площади в пять раз больше Барнаула и всего в полтора раза меньше Москвы. Эти территории долгие годы подвергались промышленным разработкам. Массовые заготовки леса, золотодобыча – эти факты очень отразились большими ранами на территории парка. Поэтому сейчас основная задача природоохранников – защитить национальный парк от пагубного влияния людей. Помочь природе, что называется, отдышаться. Но это не значит, что присутствие человека здесь совсем запретят. Территорию парка разграничили на заповедную и рекреационную. И только инспекторам разрешено пересекать эти границы. Сегодня они строят на территории парка избы, чтобы инспектировать и исследовать Салаир в любую погоду. Благодаря научному отделу они нам показывают, рассказывают на практике. Где-то я уже некоторые растения сам могу устанавливать. Но не все пока знаем. Потому что иногда посмотришь на картинку, а на его мимо можешь пройти. И надо знать периоды, когда они цветут. Вот это все нужно тоже учитывать. Именно пейзажами Салаир способен заворожить любого туриста. Здесь сохранились уникальные растения до ледникового периода. К примеру, этим краснокнижным цветам дано всего две недели, чтобы показать миру свою красоту. Затем их сменят травянистые заросли высотой в человеческий рост. Таковы законы черневой тайги, или как называют ее ученые дождевого тропического леса Сибири. Мы называем Салаир соловьиным кряжем, потому что у нас здесь обитает пять видов соловьев. И нигде такого разнообразия, в общем-то, больше даже в нашей стране нет. То есть у нас здесь есть такие уникальные синие соловьи, соловьи с вистун. То есть они обитают только фактически здесь у нас. И вот в таком уникальном месте на границе Алтая и Кузбасса сейчас прокладывают пешеходные тропы, лыжные и водные маршруты. Особое внимание должна обратить на себя река Чумыш. Ее русло подчиняется рельефу Салаирского кряжа. Река Чумыш – это уникальная река вообще для России. То есть это единственная река, которая у нас хребет с двух сторон оббегает. Нет, нигде такого нет. То есть она берет сначала на севере, бежит у нас на юг, потом на запад поворачивает, а потом снова на север. То есть такого нигде нет. А плюс режим у реки вроде как равнинный, вода теплая, но бежит река в горах. В то же время есть шеверы, в то же время по ней можно сплавляться. К тому же во время сплавов туристы смогут наблюдать за животными прямо с воды. Дело в том, что дикие обитатели леса не считают движение на реке угрозой. Но для того, чтобы такой маршрут заработал на практике, нужно, чтобы им заинтересовались региональные туропедии. Сотрудники нацпарка сейчас формируют для них готовые материалы и программы, в которых отмечают привлекательные локации для фотографов и путешественников. У нас 1 октября вступает в силу новый закон об экотуризме. Будут, конечно, поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. И, скорее всего, появится возможность у инвесторов легально на территории национального парка в рекреационных зонах создавать объекты какие-то, инфраструктуры. То есть это места размещения, кемпинги, какие-то визит-центры. И мы хотим создать такие условия, чтобы к нам инвесторы пошли, чтобы им было это интересно. Стоит отметить, что территория парка не перейдет в частные руки. Инвесторам в определенных зонах лишь разрешат использовать участки, чтобы создать условия для регулируемого туризма. И здесь между экономическим развитием заповедной территории и сбережением дикой природы важен баланс. С 1 сентября российских школьников начнут обучать финансовой грамотности. Точнее, речь идет об изучении элементов финансовой грамотности на уроках математики, географии и общества знания. Многие говорят, ну, наконец-то, давно пора. Другие заявляют, что по данным аналитиков, за последние 4 года уровень финансовой грамотности среди россиян вырос на 2%. Но мы по-прежнему уступаем знаниях тем же соседям из Поднебесной. Так что нужно знать о финансах, с какого возраста учить этому детей, только ли их и что такое финансовое счастье, выясняла наша съемочная группа. Каждую неделю откладывал определенную сумму и в какой-то момент времени я мог купить себе что-то хотел. Копил на мечту, скажем. Ну, ты уже накопил на какую-то мечту? Ну, у меня главная мечта была этой кроссовки. Раньше все деньги, которые давали Денису родителей, тратил быстро и бездумно, до того, как в 14 начал изучать финансовую грамотность. Правда, специалисты считают, что учить детей правильно распоряжаться деньгами нужно лет с 4 или 5. И делают это лучше в семье, в игровой форме. Игровая форма и общение. Например, можно играть в магазин. Или вот тебе условно 5 монет. Давай подумаем, как сделать так, чтобы мы могли за 2 монеты купить вот эту игрушку. То есть это вся игровая форма. Дети очень-очень здорово реагируют. Им нравятся такие игры. Но многие родители совсем не считают, что их чадо должно разбираться в финансах. И не дай бог в 14 лет зарабатывать на свои нужды. А это неправильно, уверены эксперты. И прежде всего, говорят они, нужно обучать родителей, тех же будущих мам. Мама встает на учет, и они должны проходить курс. И финансовая грамотность, и как общаться с ребенком, и как его воспитывать, и какие установки ему вкладывать в голову, какие ценности в голову вкладывать правильные. Наш эксперт не против уроков и курсов в школах и детских садах. Но считает, что далеко не каждый преподаватель. А таких сейчас готовят, сам хорошо разбирается в финансовой грамотности. Между тем, на уровне государства уверены, уроки в школах, колледжах и вузах необходимы. Алтайский институт развития и образования подготовил около 3000 преподавателей школ, учителей школ, преподавателей вузов, которые, в свою очередь, ведут курс финансовой грамотности в учебных заведениях края. Сегодня этим курсом охвачено 89% школ, 100% колледжей, 100% высших учебных заведений. На днях в Барнауле прошла конференция по финансовой грамотности, где власти, банкиры, представители разных сфер обсуждали, как повысить эту самую грамотность детей и взрослых, чтобы они не только могли правильно распоряжаться деньгами, но и не велись на уловки мошенников и были, что называется, финансово счастливы. Но пока массово речь идет о введении факультативов. Однако говорить о деньгах нужно не только в школе. Как это в Барнауле уже делают, расскажем подробнее в итоговом выпуске. А пока познакомьтесь с понятием финансовое счастье. Когда вы себя хорошо ощущаете с точки зрения того, что вы можете себе позволить с позиции тех доходов, которые вы получаете. В Краевом театре драмы к открытию 101-го театрального сезона состоялся предпоказ пьесы «Антигона» Жанна Ануя в постановке Николая Реутова. Ее официальная премьера состоится 9 сентября, а пока режиссер поделился своей задумкой со студентами Института культуры и нашей съемочной группой. «Антигона» Жанна Ануя – переложение знаменитой трагедии Софокла по мифологическому сюжету о брата убийстве в борьбе за трон. Главная героиня пьесы «Антигона» желает с почестями захоронить брата предателя, хоть это и запрещено законом царства, неповиновение карается смертью. Но для «Антигона» вера в традиции и семью выше государственной власти. Жан Ануи по-другому расставил акценты и передал действию современный характер. От Софоклаского образа «Антигоны» у него остались внутренние искания героини и ее бесстрашие перед лицом смерти. «Она тоже сомневается, она тоже мечется, у нее тоже внутренние какие-то коллизии, она очень многогранна. И вот сложно, сложно играть и раненого человека, и одновременно свободного. Этот спектакль про людей, не героев, которые нам недосягаемы, а про нас самих. Мы же тоже совершаем каждый день выбор. Только вот вопрос цены». Какие акценты расставил режиссер драмтеатра пока тайна, но добавляет мужчина пьеса особо актуальна и в наше время. «Зрители, мне кажется, для этого приходят в театр. Не отдохнуть, не повеселиться, а найти какой-то ответ. Если тебя что-то волнует в жизни, ты идешь куда-то туда, где ты можешь получить подсказку, может быть, намек на какой-то ответ». За таким ответом на предпоказ пришли студенты театралы Барнаульского института культуры. Это и прекрасная возможность вдохновиться работой профессионалов и поучиться сценическому и режиссерскому мастерству. «Очень хотелось бы, наверное, увидеть интерпретацию режиссера, как он это видит, потому что мы с курсом хотели бы после премьеры все это обсудить, все детали этого спектакля». «Да, я очень жду, что будут актеры с нашего Алтайского государственного института культуры, конечно же. Я бы хотела посмотреть на наших ребят, которые учились с нами на одном потоке». «Антигона» станет премьерным спектаклем 101-го сезона театра драмы. Посмотреть пьесу можно будет с 9 сентября. По словам режиссера, эффект от просмотра усилят не только актерская игра, но и необычные двигающиеся декорации и световые эффекты. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова